20 октября 2012 года на моего мужа и его друзей было совершено нападение. Не менее 40 человек приехали к ним в гаражи. Мой муж защищался, защищал себя и своих друзей. И уже в течение более 7 месяцев он находится в СИЗО по надуманному обвинению. В тяжком преступлении его обвиняют в убийстве. В течение этих 7 месяцев я не знала, что происходит с моим мужем. К нему не допускали ни одного врача, хотя это противоречит нашему законодательству. Сейчас моя семья разрушена. Я осталась одна, я осталась без мужа. Мне без него очень тяжело, и я просто требую того, чтобы прокуратура, следственный комитет не продолжали бездействовать, а начали действительно видеть факты, которых очень много. Та же видеозапись, которая была снята камерами на въезде в ГСК, то есть она подтверждает приезд ночью толпы людей, и как бы ничего не происходит. В том очень много всяких экспертиз, которые также подтверждают необходимую оборону. И все равно Юрий предъявляет обвинение в очень тяжкой статье. Я обращаюсь к общественности с просьбой поддержать нашу семью. Каждого из вас, кто чем может помочь, чтобы это дело не спустили на тормозах, чтобы моего мужа не посадили. Каждый человек имеет право на самооборону. Вот, например, я под Bildом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Фамилии нападавших мы назвали Дима Торзок Я призываю всех мыслячих людей, умеющих анализировать, делать выводы Посмотрите, сделайте свои выводы, сформируйте свое мнение Если у кого-то есть вопросы, задайте родственникам Юры, друзьям Кто-то, если есть возможность, задайте ночным волкам вопросы Ну не оставайтесь в стороне Помогите, присоединитесь Именно я прошу того, чтобы дело расследовалось по закону так, как есть на самом деле А не происходила затяжка этого дела Чтобы Юрия не продолжали держать просто по непонятным причинам в следственном изоляторе Просто присоединяйтесь И я знаю, я лично и мои друзья Сделают все возможное Всеми возможными законными способами Мы будем добиваться честного расследования И завершения этого дела Мы будем выступать, митинговать, проводить акции Все, что позволено нашему государству Мы будем делать, чтобы все было по закону и все было честно По идее, этот текст должна была зачитывать либо мама Юры, либо жена Но я друг семьи, поэтому это мой долг Я вам зачитаю обращение Юрия Некрасова Которое было буквально на днях передано из СИЗО 75-5 Где в настоящее время он находится Потом от себя добавлю пару слов в мое личное к этому отношение Значит, читаю по бумажке, чтобы не искажать слова Юрия Некрасова Так, как он передал нам 20 октября 2012 года ночью На меня и моих друзей было совершено неожиданное Дерзкое нападение с применением оружия Нападающих было не менее полусотни человек В результате нападения трое моих товарищей были избиты Один из них взят в заложники Защищая свою жизнь и здоровье А также жизнь и здоровье моих друзей Мне пришлось применить официально приобретенное Зарегистрированное на меня огнестрельное оружие В ходе перестрелки один из нападавших был ранен И позже скончался по дороге в больницу Мы, как законопослушные граждане Осознавая угрозу, исходящую от незваных гостей Вызвали полицию Но на своевременную помощь полицейских надежды не было Поэтому я был вынужден обороняться После того, как налет не удался И нападавшие скрылись Захватив с собой раненых и заложников Приехала полиция И вместо того, чтобы разобраться в ситуации И дать ей надлежащую правовую оценку Я был арестован и обвинен в убийстве Общеопасным способом Из хулиганских побуждений Я сразу сообщил сотрудникам полиции о том Что я применил оружие И о том, что против нас было применено физическое насилие В нас производились выстрелы Из травматического и иных видов оружия Нам угрожали убийством А свои угрозы нападавшие сопровождали демонстрацией Имеющегося у них оружия И избивая моих товарищей Которые оказались у них в плену Однако, факт нападения Угроза убийством И насильственные действия со стороны нападавших Не принимаются следствием во внимание А большее количество улик И вещественных доказательств До сих пор не изъяты Не опрепощены к делу Несмотря на наши многочисленные жалобы И ходатайства Я нахожусь под стражей более 7 месяцев Следственные действия с моим участием не проводятся Доводы, которые я привожу В защиту Остаются без внимания Игнорируются Через 6 месяцев после происшествия В отношении нападавших Было возбуждено уголовное дело По части 2 Статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации Дело возбуждено В отношении неустановленных лиц На самом деле Участники нападения установлены И опознаны К делу приобщены видеозаписи С камер наружного наблюдения Установленных на въезде В ГСК Октябрьский На которых отчетливо видны лица Незваных гостей И их действия по приготовлению к атаке Несмотря на это До сих пор никому из нападавших Не предъявлено обвинение Таким образом Возбужденное против меня Дело ярко демонстрирует позицию Правоохранительных и судебных органов О том, что в демократической России У человека и гражданина Отсутствует право на самооборону Прежде чем обороняться Необходимо получить пулю И если тебе повезет Ты и после этого останешься жив Тогда ты можешь обороняться Такова реальность Поэтому только объединивши все Мы сможем добиться изменения Существующей античеловеческой Судебной практики Изменить законодательство Регулирующее право граждан На самооборону И получить право защищать себя Своих близких И реализовывать право на жизнь Гарантированным Конституцией Российской Федерации Право на самооборону Это право каждого из нас И каждый человек Может попасть в такую же ситуацию В которой оказался я Право на самооборону Неотделимо от каждого человека Как право на жизнь Как инстинкт самосохранения Юрий Некрасов Это обращение СИЗО 75-5 В целом мое отношение к этой ситуации Здесь абсолютно правильно И грамотно размещены выдержки Из статей Конституции Это общечеловеческие ценности Независимо от того Кем человек является Прежде всего он является гражданином Этой страны И право защищать себя Свою жизнь Своих близких Честь и достоинство Это право каждого человека Оно дается с рождения Оно неотделимо от человека Так же как право дышать Очень хочется верить Что лозунги Требуем справедливого приговора Будут Найдут свое подтверждение в суде И на самом деле Суд винист справедливый И непредвзятый вердикт Спасибо большое Я вот как и другие участники Этой площадки сегодня Я очень благодарен Организаторам Этому движению За то, что оно предоставляет Возможность всем людям Высказать свою позицию И не где-то за углом А в открытом В открытой беседе В открытой встрече Выяснить, где мы Вместе Где у нас есть расхождения Какие у нас есть Общие точки Чтобы вместе идти Вместе идти Есть такая приславка Не было бы счастья Да несчастье помогло Вот так получилось Что если бы не смерть Моего друга И нашего брата Валерия Белого Я может быть никогда бы И вообще наш клуб Ночные волки Никогда бы не узнал о том Что есть такое движение Общественное Которое преследует Свою благородную цель Вернуть человеку Его исконное Я бы сказал От рождения Право И наверное Священную обязанность Защищать свою жизнь Защищать свою жизнь Защищать свою честь Для многих людей Жизнь и честь Это одно и то же Так получается Что Сегодняшнее законодательство Которое есть Оно То ли из-за недоверия К людям То ли может быть Из-за того Что власти Хотят Всегда решать И иметь последнее слово Во всяком споре Так получилось Что Сегодняшнее законодательство Делает так Что мужчина Который Решил защищать себя Защищать свою семью Практически Практически является Так скажем Беззубым Костратом У него Нет такой возможности У него Есть только Альтернатива Позвонить в милицию А если Женщина С ней происходит Тогда ей нужно Расслабиться И получить удовольствие Это совершенно Невозможно Многие века Мужчины Жили Таким Духом Что Жизнь Честь Всегда у них Были Одно и то же И если человек И его честь Подвергается Нападению Он обязан Он имеет Такую Священную обязанность Перед Богом Достойно Защитить себя Вот здесь Мы Соосны Мы Вместе С этим движением Мы вместе С правом Которое имели Все люди Наверное До 19 века Даже Было такое Законное Право Вызвать Обидчика На дуэль Мы Соосны В том Что Гордость Мужчины И его честь Они Должны Защищаться Закон Но я Поднялся Сюда На эту Трибуну Не только Для того Чтобы Поблагодарить И поддержать А мы Поддерживаем Это движение Вот вы видите Наши ребята Стоят с флагами С баннерами Поддерживающими Героев Самообороны Я бы хотел Все-таки Сделать Несколько Критических Замечаний Возможно Я буду Услышан Организаторами Дело в том Что вот До меня Здесь тоже Выступал Друг Юра Некрасова Мы понимаем И Оцениваем Все усилия Которые Направлены И понимаем Когда друзья Поддерживают Друг друга Но Обстоятельства Сладываются Так Что Что ни я Ни этот Поступающий Нас не было При той трагедии Которая тогда Случилась Сейчас идет следствие И по многим делам Идут следствие И Мы перед тем Как познакомиться С этим движением Мы внимательно Посмотрели Что собственно И какие цели Преследует это Общественное движение Я хочу сказать Что у нас бы не было Здесь Если бы это движение Занималось бы критикой Или критиканством Судов Следствия Устанавливающих Обстоятельства Связанные С гибелью людей Мы здесь Потому что Это движение Поддерживает Ту позицию Которая говорит Что факты Установлены На человека Нападали Он защищал себя Семью Мотив его Был один Защитить Свою честь И достоинство И никакого Другого мотива У него не было И вот когда Эти факты Установлены следствием Судом Проверены Многократно Переоценены Судами В других составах Тогда Возникает Та самая Дилемма Ради которой Мы здесь Забрались Есть самооборона Есть защита И тем не менее Закон Отправляет Человека в тюрьму Это совсем Другая ситуация И мы здесь Ради этого И вот То С чем Я хотел Я думаю Что это все-таки Называется Здоровая критика Обратить внимание И организаторов Движения На то Что до тех пор Пока Законным Следствием И судом Не установлены Факты Нету Признательных Показаний Не исследованы Полно И всесторонне Все обстоятельства Дела Поддержка Того Или иного Участника Событий Может Скомпрометировать Движение Она может Явиться Марионеткой Инструментом В руках адвокатов В руках людей Которые поддерживают Ту или иную позицию Я бы очень хотел Попросить Чтобы мое слово Было услышано Руководителями И организаторами Этого движения И чтобы Это движение Которое мы сейчас И впоследствии Будем поддерживать Всегда Сохраняло Свою Здоровую И светлую цель Вернуть Человеку Священное право На охрану В своей жизни Спасибо вам Хотелось бы Поблагодарить Всех собравшихся На митинг Посвященный Такому Действительно Важному Вопросу Как Право На самооборону Каждого Нашего гражданина Нашей страны Здесь Я вижу Очень много Собралось Людей Которые Лично Знали Либо Были знакомы Встречались В ходе Мотосезона С делами Юрия Некрасова Который Более двух лет Занимался тем Что помогал Другим мотоциклистам Оказывал Поставарийную помощь Помогал Организовывать Юридическую Медицинскую Помощь Тем людям Которые Пострадали В ДТП Очень многие Его знали И я Наверное Могу Прямо Отсюда С трибуны Обратиться К тем Кто здесь Стоит И спросить Скажите Вот те Кто знает Юрия Некрасова Те кто знают Знаком Слышал Об этой ситуации Я же думаю Всем понятно Что происходило Той ночью И с какими Целями Приехали Нападавшие В гаражи Скажите пожалуйста Да или нет Да У нас Сейчас На этой площади Собрались Не только Люди Которые Отстаивают Право Юры Некрасова На защиту Своей жизни И жизни Своих людей Но к сожалению Я не знаю Почему Могу лишь догадываться Здесь нет Ни Представителей МВД Которые Превышают Свои полномочия При задержании При При выполнении Своих каких-то действий По отношению К обычным гражданам Нарушают их права Избивают их Здесь нет Никаких представителей Национальных диаспор Которые Точно так С которыми Постоянно Регулярно Сталкиваются Казачество В южных регионах России Но мы здесь Прекрасно видим Что на наш митинг Пришла Сторона Которая В ту ночь С 19 На 20 Октября Прошлого года Приезжала В гаражи Зеленоград Вы можете Все на них Посмотреть Они никуда Не уходят Они никуда Не скрываются Их лица Открыты Они смело И прямо Смотрят нам В глаза Все прекрасно Знают Что там Произошло Естественно Мы все Ждем Решения Суда Мы надеемся Что оно Будет Однозначным Справедливым И ясным Для всех Поэтому Сегодня Я еще раз хочу Чтобы все Кто здесь Собрались Еще раз Громко И четко Сказали Мы знаем Для чего И с какими Целями Нам понятно Для чего Люди В количестве Более 50 Человек Приехали В гаражи Ночью С явно Нехорошими Намерениями В результате чего Юрий Некрасов Вынужден был Очищаться Мы же знаем Это Я думаю Нас все Услышали И самое главное Чтобы нас Услышали Следственные органы Нас Услышал Суд Потому что Чем бы не Закончилось Данное дело Мы прекрасно Понимаем Что человек Который Исключительно Своими делами Заслужил себе Имя Репутацию Огромное количество Друзей Последователей Соратников Сидящий В тюрьме Более полугода Это уже Просто чудовищное Событие Спросите об этом Его жену Спросите об этом Его друзей Которые эти два года Плечо к плечу Занимались с ним Тем чем Занимался Юрий Некрасов Поэтому Свободу Юрию Некрасову И поэтому Буквально В первый же год Когда Юрий Некрасов Будучи основателем Программы Мотограждан Одним из основателей Одним из Основоположенных Идеи Которая Глава И основу Когда Все мотоциклисты Буквально Огромное количество Поддержало Буквально В первые же годы Несколько тысяч Волонтеров Зарегистрировались На сайте И стали Участниками Программы Фактически Простой человек Который Начал помогать Людям На дороге Поддерживать Простых Мотоциклистов Негласно Разумеется Никто Никаких Программ о нем Не делал Никаких агиток Не выпускал Но фактически Человек С просто своими делами Своими просто Скромными поступками Поставил себя В ранг Такого же героя На которых Когда-то Равнялись В нашей стране Поэтому Когда такой человек Еще раз говорю У него нет Никаких Медийных ресурсов У него нет Никаких связей Единственное Что у него есть Это чистая Незапятнанная Незапятнанная Репутация И когда Сейчас В настоящий момент Ночной клуб Ночной волки Который Много десятков лет Сковал Свою Неоднозначную Репутацию В глазах Мотообщественности Ввешивает Плакат Убийцу Нанары Совершенно Неудивительно Какую реакцию Это вызывает В глазах Простых Мотоциклистов Поэтому Что можно требовать В такой Вбьющей ситуации Когда Человек Очевидно Для всех Оставивший Право На свою жизнь Защищавших Своих друзей Жизнь Своих друзей Уже Семь месяцев Находится В местах Заключения Просто Банально К сожалению Я не знаю Как это сейчас Сделать Призывать ли К широкой Аудитории Писать ли Заявление Мы требуем От лица Юрия Человек Спас Будь совершено Нападение Я не имею Права Их защитить Объясните Мне Почему Я не имею Права Воспользоваться Ни оружием Ни какими-то Другими методами Чтобы защитить Себя И своих детей Так как Как это сделал Юрий Некрасов Юрий Некрасов Именно что Защитил Себя И своих друзей Следователи Объясните Мне Почему Человек Не может Себя Защитить Почему Если человек Защитил Себя И своих друзей Он обвиняется По статье Убийства Некрасову Свободу Юрию Некрасову Свободу Юрию Некрасову Юрию Некрасову Справедливый суд Юрию Некрасову Юрий Леглянов, справедливый суд!